друзья всем огромный приветик добрый день кого может быть добрый вечер кто когда смотрит я съездила закупилась наверное давайте с этого и начнем покажу вам что закупила я знаю вы любите закупки поэтому показываю вам купила две пачки муки пачку сахара огурчики тут у меня больше килограмма вышло я сейчас воде еще замочу чтобы они такие не вялые были актимель тут гранатовый а это малинка дальше хлеб еще раз хлеб тут у нас айсберг салат брокколи виноград это пирсики бананы тут еще виноград другой сорт затем вот такой сыр копченый колбасный такой обычный сыр гауда щенку порезанный уже актимель это я купила ая ликер это ликер яичный мне нужен для хочу испечь пирог для этого мне нужен также шоколад белый для пирога вот такая посыпка шоколадная тоже для пирога дальше это вот такой йогурт дела не знаю может дети поедят шоколадный какой-то не видела дальше вот такое и лиза прихватила лизу сегодня еще дома оставила потому что она болеет немного еще сыр это пастообразный творог какао порошок у меня закончился дальше моцарелла показывала не показывала не помню потом лосось вот такой копченый бекон яичек тут нарезка разная нарезка сегодня как раз вторник и по вторникам там 20 процентов вот на такую нарезку скидка поэтому взяла дети и хорошо едят и она намного вкуснее чем обычная в упаковках в магазинах и две упаковочки вот такой колбаски детской куриное филе взяла куриная грудка не филе куриная грудку взяла сыр тостерный вот такой сырок еще тут йогурт дальше вот такие вахи вкусные две упаковки две пачки взяла это слоеное тесто упаковку упаковку на всякий случай там что-нибудь быстро испечь и вот такие конфеты от кашля это лиза уже одну съела такая закупочка была закупилась я на 81 евро и 50 центов что друзья давайте будем приступать к нашему пирогу я уже здесь приготовила все ингредиенты масло у меня правда было заморожено но я немного растопила в микроволновой печи будем тесто вымешивать в термомиксе этот рецепт для термомикса а делать я буду а мазин кухню это как по-русски ну типа муравейник что ли сказать так вот так что давайте будем приступать сначала нужно масло сахар у меня здесь и я уже добавила две пачки ванильного сахара и четыре яйца нам нужно тоже туда вбить и за спрашивают у кого день рождения не у кого лизу просто так вам пекун да ты так рассказывала в садике она где я в садике рассказывала что у меня завтра день рождения включаем одну минуту скорость 5 смотрите что у меня получилось так теперь всыпаем муку и тут у меня уже разрыхлитель пачка сразу лиза я уже готова я уже сделала тесто теперь 20 секунд нас скорости 5 перемешиваем и вот такое тесто получилось теперь нам нужно добавить яичный ликер отправляем ликер туда здесь у меня 300 миллилитров в стакане и вот такую посыпку шоколадную не все чуть-чуть нужно оставить чтобы украсить сверху сверху пирог тоже все перемешать 20-30 секунд и на 30 поставлю на скорость 4 все тесто готово вот такое но получилось теперь нам нужно его отправить на лист пойдем будешь помогать лиза мама сейчас те лопатку даст это будешь помогать хорошо помощница уже большая до лиза помочь тебе чуть-чуть выгребаем так все видишь сколько еще тесто до внутри будешь кушать теперь надо ровно сделать разравнивать так ручка разравнять надо да угу 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 помочь тебе мама ну да она мне говорит мама знаешь я могу подождать и слушать что ты хочешь слушать как мама печет ты умничка я хорошо могу мешать я очень много ну ты 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 духовка у нас уже разогрелась на 180 градусов теперь отправляем пирог в духовку на 25 минут дальше друзья я добавила уже в чашу белый шоколад кувертюры теперь мне нужно это измельчить 10 секунд скорость 8 все шоколад измельчился вот так сейчас я добавлю вообще по рецепту стоит добавить кокосовое масло но я добавлю немножко сливок вместо кокосового масла. 100 грамм сливок. Сейчас нам это все нужно разогреть 3 минуты 50 градусов и скорость 2. Шоколад у меня растаял, растопился. Я сейчас отправлю в чашку и уберу в холодильник, чтобы он немного загустел. Все, пирог у меня уже испекся. Я выключила. 20 минут он у меня ровно в своей кокоске. И я его выключила, потому что он такой сильно темный. По рецепту стоит 25 минут. Все, сейчас так его оставлю, пусть остынет и потом смажу глазурью его. Вот такой румяный получился. Я сейчас думаю, мне надо было другую форму взять, потому что лист большой и он получился тоненький. Но теперь уже как есть. Видите, он совсем тонюченький. Лиза тут мыльные пузыри пускает. Я ей говорю, ну сидит на солнце. Я говорю, уйди в тенечек. Возьми с собой пузыри, иди туда в тенечек, Лиза. Жара ужасная, сейчас пойду переоденусь. Жарко очень. С утра-то не было так жарко, когда закупались. А сейчас вообще... Пирог наш немножко остыл, я теперь его смажу. Ты будешь посыпать, Лиза? Я! Айда сюда на стульчик. Залазь на стульчик. Вот на этот. Садись, будешь посыпать. Везде можешь сыпать. Я его сейчас сразу порционно нарежу на кусочки. Будешь пробовать, Лиза? Найдем. Помогли. И смотри, у нас там не блещет. Угу. Вот, друзья, вот такой получается. Он очень-очень нежный получился. Но, как я уже сказала, лучше брать другую форму, поменьше, чтобы он получился повыше. А так он очень вкусный. И долго не черствеет. Он может долго стоять, мягкий остается. Юля говорит, я на улицу не пойду, жара сильная. Майк пришел из школы, принес тут листочек. Поедут в классный поездку с классом на две ночи. С девятого по одиннадцатого октября. И тут стоит, нужно заплатить сто пятьдесят евро. И тут, ну, спрашивает такое, что он кушает. Можно ли ему свинину кушать, какие у него онфотрейк легко. Что можно кушать, что нельзя. Короче, все надо заполнить. Лиза там сидит. Йогурт кушает. Что, сильно жарко, да? Жара вообще сегодня невыносимая, ну. Майк тут французский. Выучил уже что-нибудь? Угу. Домашнее задание делает. Слова переписывает. Ну-ка, скажи что-нибудь по-французски. Мам. Скажи. И вас не вас. Юля, а ты можешь по-французски? Бонжор. Бонжор. Ну-ка, скажи еще раз, Майк. Пас. Ну что, ты только что сказал? Я в Жумапе, газа. А что это такое? Я в Жумапе. Ну-ка, скажи, как. Меня зовут Майк. Жумапе Майк. Жумапе Майк. Интересно. Вышли на улицу. Тут у нас как раз сейчас солнце так падает, что за деревом и не так жарко. Тут тенечек у нас на участке так хорошо. А вон она, Юля. Юля, ты где была? Мы тебя ищем. Что ты хочешь? Не ходи туда. Она сильно прыгает. Лиза. А мы на фото пели. Ну, пойдем тут со мной поиграем. Я с тобой поиграю. Пошли. Юля, на фото пели. Лиза, осторожно. А что, ты все уже напрыгалась? Нет. А тут сижу, семечки подсолонных щелкаю. Или щелкаю. Будете семечки? Будешь? Ага. Юля не понимает такие семечки. Говорит, ты дешевле комыш. Не вкусно. Нет, нет, нет. Нет, нет. Друзья, ну что, погладила я шторки Все прогладила, все пришила И что вы думаете, повесила И мне только, когда я начала вешать эту шторку Я увидела, что я неправильно прогладила Не в ту сторону Теперь мне придется все отрывать Все заново делать Я в шоке Это только могло со мной такое произойти Вот видите, эту шторку Не в ту сторону прогладила Приклеила бант вот этот Не в ту сторону, короче, не на ту Надо было загнуть в другую сторону А я загнула, вроде бы смотрела Не знаю, короче Как я так умудрилась? Ну, умудрилась Буду сейчас все переделывать Все, друзья Знаете что? Лучше, конечно, подшивать шторку Вот как у меня получилось Что я неправильно ее приклеила Потом А как обдирать? Это меня спасло то, что я не сильно прогладила Я смогла отодрать Но и то в некоторых местах остался клей Ну, там снизу так сильно незаметно Я утюгом прошла Оно, в принципе, все ушло Лучше подшивать, чем клеить Так, теперь хочу сделать У меня вот такая штука Я ее заказывала уже давным-давно На Алиэкспресс Вообще, это этикетки Приделывать куда-нибудь А я сейчас буду делать складочки Соединю их Но я не знаю, посмотрю Они у меня большие Получится у меня или нет С этими большими Еще есть вот такие коротенькие А эти сильно длинные, наверное Складки будут расходиться Есть вот такие наполовину короткие Ну, сначала сейчас с этими попробую Если не получится, нужно короткие заказать Посмотреть, есть еще в продаже такие или нет штучки Вот, друзья, собрала я их снизу Видите, они теперь в складках все лежат Правильно Но это не идеальный вариант Они сильно длинные Нужно коротенькие Ну, пока так оставлю Там надо посмотреть, заказать Там 4 заряд А сейчас еще другую Вот, видите, по сравнению Как сейчас это висит И как вот это Когда складки не сделаны Ну, конечно, эти складки сделать В магазинах продаются специальные иголочки И специальные такие пластмассовые штучки Которые с двух сторон как гвоздик И на нем шляпка такая Они так застегиваются Но вот с этими штучками Мне почему-то больше нравятся А иголками Ну, как-то у нас дети Вдруг иголка где-нибудь упадет Потом наступишь на нее Вот, поэтому делаю вот так Друзья, всем доброе утречко Едем в школу, в садик У нас сегодня жарко будет, Юля Поэтому без куртки Но утром все равно прохладно Говорю, одень куртку Нет, говорит, не хочу Все, мы поехали Лиза сама всегда хочет на велики ехать Сегодня ей уже лучше Ну, кашляет еще немного Но так лучше ей все равно Она говорит, я буду ехать медленно Потому что, говорит, я один раз ехала быстро И упала, да Ты упала, но мама же тебя споймала Ну я, я же тебя споймала, Лиза Поехали давай Юля ждет Ей же в школу, давай Детей отправила Прибежала тут быстро Двери открыла Пока еще более-менее прохладно Окна, двери все на растопашку открыла Чтоб немножко проветрилось Сейчас позавтракаю А, мне еще надо видео доделать Видео сделать, обложку Которая сегодня выйдет Сейчас этим займусь И потом поеду в магазин Потому что мы купили Лизе обувь осеннюю В магазине померили Вроде были нормальные Домой приехали Она померила еще раз Говорит, что-то ей неудобно Но они чуть-чуть какие-то такие твердые Вроде от элефант Кожаные все Но не знаю Что-то ей не нравится Поеду с дам Посмотрю другие Заеду там еще в мебельный магазин В цветочный посмотрю Что новенькое есть Давно я в том магазине не была Так что заеду Друзья, не поехала я ни в какой торговый центр Ну в мебельный я имею ввиду и в цветочный Осталась дома Съездила у нас здесь в деревне В Росман Потому что мне нужно было Ну хозяйственное Все у детей уже было Закончился дужки Или все такое шампунь Вот съездила Быстро купила Купила вот При пачке кукурузные палочки Тоже такие как кукурузные чипсы Потом взяла такой чай Салфетки Эти какие-то с маслом Масляные Первый раз увидела Ну хочу попробовать Для Лизы Взяла вот такую повязку Для Юли на голову Она была уцененная За 3 евро Цвет мне понравился Померит, посмотрит Понравится ей Нет Дальше Взяла вот такие фильтры Для нашего Водяного фильтра Это не оригинальные Но они подходят И кто-то из вас Мне советовал вот такое средство Взяла попробовать Ну это для всего Можно и телевизор Холодильник Все им обтирать Это тоже для всего Тоже от этой марки Для посудомоечной машины Мне нужен был Кляр, шпюлер Ну детям тут шампуни Вот это что-то новенькое взяла Тут стоит Что можно Короче с ним лепить Как с пластилином Играть Мыться Такая пенка И потом с ней можно что-то лепить Зубную пасту Для старших детей Щетки зубные Для Лизы Тут 3 штуки Неплохие щетки Взяла ей Я уже их брала Потом вот такой вот освежитель Пахнет неплохо Правда я такой лимонный еще не брала Брала другой там Цветочный какой-то по-моему Он неплохо пах Взяла эти два попробовать Потом фолию Алюфолия Блин я всегда забываю Как она по-русски называется Вот это Алюфолия Как она называется Короче не вспомню сейчас Салфетки И вот эти Цейва взяла салфетки Если две упаковки покупаешь 25% была скидка Ну и плюс еще 10% От самого Росмана Вот взяла 35% скидка Минус Так одна упаковка Стоит 2,99 Получилось я 3,90 По-моему Где-то около того Заплатила за две Тут пару батончиков взяла Потом взяла себе Вот такой вот Праймер От Катрис Попробую Лак Для ногтей Тоже попробую Карандаш вот такой Всегда беру для бровей Тоже от Катрис Неплохой карандаш И вот такое масло взяла Для волос Я его всегда беру Оно мне очень нравится Оно волосы не жирнит Ничего Классное Короче масло У меня уже заканчивается Поэтому купила новое Вот такая закупочка была Заплатила по-моему Сейчас не найду этот чек 70 чем-то евро И 10 евро я еще сэкономила Вот с акции Там кое-что по акции брала И плюс еще 10% скидка У меня была на все Я здесь готовлю обед Поджарила лук На масле Сливочное и растительное Перемешала Лук Морковь Здесь уже промыла гречку Водой залила Сколько мне нужно И все Отправляю теперь это сюда Пусть гречка варится Сейчас посолю еще Под конец Потом еще добавлю Сушеный чеснок Мне так нравится Все Закрываю крышкой Сейчас закипит И я потом Клету поставлю на минимум Она у меня будет так Вариться на медленном огне Здесь сейчас хочу Сделать кляр Добавила 2 яйца Немного соли Здесь у меня куриная грудка Я ее обмыла Просушила Посолила И кто-то мне писал Сделать кляр на пиве Сейчас буду пробовать Не знаю Без воды совсем Просто на пиве В общем попробую Сейчас добавлю муки Сначала Муку всегда Добавляю на глаз А там уже Потом жидкостью Разбавляю До нужной мне Консистенции Девочки На здоровье Я вот не знаю Огорчить не будет Может воды Чуть-чуть добавить Посмотрю Наверное воды Еще тоже добавлю Чуть-чуть А мне дети скажут Мама Что ты тут Наготовила Ой, ну теперь Наверное Сильно жидкий сделала Добавила я еще Немного муки Мне кажется Теперь нормальный Потому что Сильно густой Я тоже не люблю Потом на мясе Очень много теста Получается Это как-то Мне тоже не нравится Это мне кажется Пойдет Такiam Д Bitcoin Атбург Осменно Немного vadри desert Rusку Ры Ры Рах А вот А вот Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Мы возможно со временем когда-нибудь ее поменяем. Но когда мы строились на тот момент просто не было на это денег столько. Квадратный метр хорошей плитки, он стоит очень много. На тот момент не было возможности взять такую плитку, поэтому взяли вот такую. Все, друзья, мы идем спать. Пойдем, Лиза, мыться, спать, книжки читать. Я потом хочу прогуляться. Пойдем заходи. Такая духота. Туда мы сегодня даже на улицу не выходили, потому что очень жарко было все в доме. Я тут кое-где прибиралась, да, Лиза, пойдем. Ма, игрук. Что? А, ты еще не убрала игрушки? Давай убирай. Убирай. И пойдем спать. Давай я тебе сейчас помогу. Да-да, мы идем спать. Ну, огурец. Огурец ест. Доедай, давай свой огурец. Я их замочила, кстати, в воде. Они прям такие хрустящие-хрустящие стали. Махта, мальчик. Сейчас, Оль говорит, посоли мне. Пойдем. Пришли мыться. Пробуем тут эту пенку, которую я сегодня купила. Вот так можно с ней играть и пить. Там столько красителя в ней. Когда руки моешь, одна краска бежит. Фигня, короче, полная. 4 евро стоит. 3,99. Сколько тут? 225 миллилитров. Ладно, друзья, мы тут пришли. Сейчас будем книжку читать с Лизой сказки. И спать будет. А я пойду потом прогуляюсь. Вот эту, вот эту будет читать. Два веселых гуся, да? Да. Жили у бабуси. Да, сейчас у меня... Ну да, мама тебе купила. Ладно, дорогие друзья, на этом уже закончим своё видео. Всем пока. Всем пока, Лиза уже говорит. Хочу вас поблагодарить за ваше внимание, за ваше время, за ваши добрые комментарии. А мы увидимся с вами уже в новом видео, как обычно. До новых встреч. Всем пока. Всем пока. Всем пока. На 81 евро и 50 центов. Мама, папа, ты хочешь, мы тебя обладаем. Угу. Лизуша пришла помогать, да? Угу. Сюда садись, на этот. Или ты можешь вставать? Вставай туда. Вставь сюда стульчик. Вставь. Угу. Вставай. Мама будет так держать почти что-то у нас тут. Бумага. Ой. Это мама, да? Это нельзя салай, да? Да, ровняй. Мама, может, ты моя баба? Нет, Лиза, тебе нельзя. Ты чего? Ты же болеешь. Так, основа немножко остыла. Посыпь. Нет, нет. Вот так бери. Нет. И вот так везде сыпь. Это только могло со мной такое произойти. Такая пенка, и потом можно что-то с ним лепить. Дальше. А что я для Лизы? Для Лизы не взяла. Я думала, что я для Лизы дедную пасту. Ну, одной рукой, как всегда, неудобно. Такой беспорядок сейчас навела. В сумках своих перебрать. В сумках. Нет, это не надо в дом брать. Иди, убери, выкинь. Лиза. Теперь. Короче, тут. Вот. 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 Ё-моё. А что ты кривляешься? Кривлелка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова